это настоящая мужская кухня вегетарианцам она не понравится я не профессиональный повар но я люблю очень вкусно покушать и я вижу как готовят действительно знаменитые мастера мне это нравится я беру самое лучшее и воплощаю вот здесь вот в этих рецептах я проверяю рецепты но вот этот рецепт это исключение потому что этот рецепт придумал я сам поэтому если вы мне не доверяете то можете не смотреть но поверьте будет очень вкусно самый главный прибор который который нам понадобится это вот этот instant под сегодня мы будем с вами готовить очень интересное блюдо китайцы называют его своим японцы называют его своим мы называем его шабу-шабу шабу-шабу почему шабу-шабу потому что то что здесь будет происходить сейчас будет происходить буквально в течение нескольких секунд как вы увидите будет готовиться в течение нескольких секунд это именно то время когда вы сможете произнести слова шабу-шабу и все будет уже готово но давайте по порядку давайте начнем с того что мы сегодня будем готовить и так что у нас есть это блюдо так и так же как и все остальные блюда которые получились очень известные такие как пицца например сделано из того что было вот что у вас есть что у вас осталось в общем то что у вас в холодильнике и в кладовке есть то и используйте это грибы ойстерс чеснок нарезанный дольками у меня сегодня был помидор окра вот такие стручки мы называем это джанду сельдерей лук луковица обычно морковь прежде чем пойдем дальше сначала бросим лук сюда и сельдерей пусть пока варится и немножко моркови мне нужен вкусный бульон кунжутное масло перец красный перчик сушеный дальше также грибы кроме этого у меня такое растение которое называется бог чего бог чего я не знаю как это будет по-русски ну и грибы которые я уже называл также а соус это соус специальный для шабу-шабу можно обойтись без него но коль я сегодня его нашел у себя то я его использую дальше листья салата они нам пригодятся впоследствии вы увидите и самый главный ингредиент это мясо это очень хорошее мясо вот такими слоями она тонкими тонкими слоями порезаны вот это говядина это баранина тип принцип фондю когда садятся все ваши друзья вы выставляете это сюда на стол и никто потом не сможет вас обвинить в том что блюдо было невкусное почему потому что каждый будет готовить это блюдо сам но давайте посмотрим как и как я готовлю это блюдо и так мы сюда кинули лук и лук по идее должен бы побыть там минут 15 чтобы он отдал весь свой аромат луковица вот за это время я знаю сколько нужно на этот котелок я его выливаю туда практически весь это острый довольно таки соус но овощи потом заберут остроту и все остальное практически нам не нужно будет использовать сейчас соль уже пошел вкусный запах следующем я бы кинул туда а несколько острых перчиков потому что они у нас сушеные понадобится какое-то время для того чтобы они пришли в себя следующие это грибы а теперь я вам покажу самый главный ингредиент всего этого блюда без которого дальше ничего не получится это вот это кофе эспрессо я не говорю какой марки чтобы не делать бесплатную рекламу просто да очень приятно не торопясь готовить это блюдо и пить кофе дело в том что если вы хотите чтобы у вас получилось какое-то блюдо действительно вкусно не торопитесь если вы торопитесь покушайте что-нибудь быстро и готовы если вы готовите сами получите от этого истинное удовольствие я еще раз говорю то что я не профессиональный повар я вообще не повар даже не повар любитель но всем моим друзьям нравится моя стрипня нравятся мои блюда мы готовим так на борту мы готовим на яхтах и это то что я люблю то что я называю мужской кухни я совсем забыл вам показать еще один ингредиент который мы также будем использовать этого такая лапша ну ну да то есть она необычная она гречичная и так практически у нас сейчас здесь уже все готово что нам нужно сделать нам нужно будет сейчас вытащить луковицу и сельдерей отлично сельдерей сделал свое дело сельдерей может уходить вот а теперь мы пришли главным и так сейчас мы будем кидать сюда все остальные ингредиенты которые здесь есть овощные но будет будем кидать очень быстро да почему по для того чтобы они не сварились а чтобы они так немножко припустились то есть начнем сокры окра джанду кидаем а помидоры сюда же следующая морковь еще немножко пару кусочков и любимые наши бог чо ну бог чо я буду кидать не целиком а его так немножко их разберу так и грибы не торопитесь еще парочку долек чеснока ждать осталось совсем недолго мы уже почти готовы то есть у нас это заняло абсолютно немного времени как только закипит я сразу буду убирать эти овощи они уже готовы это блюдо готовится очень быстро а дальше мы перейдем к самому к самому интересному не переключайтесь с нами будет очень вкусно друзья а пока мы ждем мы сейчас приготовим очень вкусный соус потому что мясо которое будет готовиться здесь обязательно должно макаться в соус вариантов много все зависит от ваших предпочтений я предпочитаю вот такой соус я беру соя bean paste и накладываю сюда одну ложечку этой пасты и добавляю сюда кунжутное масло немножко совсем немножко немножко не получилось все равно хорошо и так соус готов что мы делаем следующем мы вынимаем вот эти овощик и выкладываем это вот сюда такую тарелочку почему потому что мы не хотим чтобы у нас переварились овощи они нам нужны чуть ли не хрустящими даже вот а теперь мы приступаем к самому-самому главному действу таинству мы берем вот эти замороженные ломтики мясо я беру а один кусочек делаю вот так болтая его в этом бульоне говорю шабу шабу и вот сейчас данный момент он уже готов я макаю его вот сюда в этот соус который я приготовил заранее потом опускаю вот вот на этот листочек салата по идее можно кушать будет очень вкусно если мне сегодня никуда не идти на мне сегодня никуда не идти то я еще буду использовать вот эти дольки чеснока то есть еще раз как это делается беру кусочек мяса опуская сюда говорю шабу-шабу оттого произнесете вы шабу-шабу или нет наверно много изменится я не знаю я не проверял но китайцы так делают японцы все мясо готово дальше я его обмакиваю вот в этом соусе выкладываю на этот листик мы уже так как мне сегодня куда не идти добавляю сюда долька чеснока на бульон начинает навариваться ну вот таким образом то есть один за один мы сюда выкладываем вот это мясо но сейчас я могу просто взять и положить несколько кусочков чтобы сэкономить ваше время почему потому что мы сейчас подходим к тому как мы будем готовить лапшу вот а самое главное мясо не переваривать если вы переварите вот это мясо она будет во первых жесткая потом она потеряет свой свою такую текстуру все мясо уже там сварилась сколько занял это буквально несколько секунд в данном случае это у нас бараба ранее вырезка поэтому она варится очень быстро если бы это была баранья нога она бы варилась долго и она не подходит для этого блюда давайте я тогда сейчас еще сварю здесь же и говядину берем говядину кладем сюда и даем ей повариться немножко дольше потому что я все-таки положил много мяса сюда и мне надо довести его немножко до кипения и так мясо закипает и мы называем его уже готовым мясом и тут у нас уже получается хороший такой наваристый бульончик в этом бульоне мы варим вот эту лапшу вот даем бульон дойти до кипения и бросаем вот эту лапшу но я не хочу много потому как здесь есть овощи и мясо вот столько будет достаточно помешаем то есть на самом деле мы еще ничего не ели мы просто готовили это блюдо ну а теперь а я делаю то что мне понравится здесь то есть я выкладываю сюда ну допустим вот эти грибочки перчик возьмем да еще грибочек вот так это у нас будет выглядеть и сейчас мы ждем через некоторое время все это мы зальем бульоном и так наблюдаем за состоянием нашей лапши она еще не готова видно но не переваривайте лапшу она должна быть немножко аль денте что еще можно сюда положить пока ничего пока ждем до тех пор пока у нас не приготовится это лапша это очень здоровье здоровое питание обратите внимание здесь нет никак ни одного лишнего ингредиента и ни одного так скажем ненужного ингредиента ну соевый вот этот soy bean paste я беру organic organic soy bean paste не знаю насколько это лучше чем не organic но вкусно необыкновенно друзья я хочу сказать вам что это блюдо вы можете приготовить с абсолютно произвольным набором ингредиентов вот все что у вас есть с тем и готовьте не заморачивайтесь я слышал кто-то говорит ну как я приготовлю это блюдо если у меня нет грибов но нет грибов но и бог с ними у вас мы есть самое главное чтобы было мясо без мяса это блюдо значения смысла не имеет поэтому мясо это основной ингредиент друзья хочу сказать вам об этом волшебном горшке я в нем готовлю и плов и супы жаркое все что угодно практически это чудесный горшочек знаете вот как из той сказки горшочек вари что я делаю я кладу сюда пол курицы луковицу корень сельдерея черный перец соль и все и ухожу на работу но горшку говорю включись пожалуйста 5 часов вечера потому что я прихожу в 6 часов домой и за это время он за 15 минут готовит этот бульон и 45 минут он настаивается это настоящая мужская мясная кухня вегетарианцам лучше не смотреть